Причал у нас зашел, у нас причал находится в программе ФЦП, идет проектирование. В 2018 год должно начинаться строительство причала, окончание его 19-20 год. Работы по проектированию идут, поэтому здесь у нас, мы в этом году будем работать в таком же состоянии, его технически уже обследовали, все нормально, соответствует всем нормам. Но проектирование идет, я думаю, что в 2018 году уже будет презентация этого проекта, и в 2018, 2019, 2020 год будет идти строительство. Хоть кликать и когда убрать? Ну, мы, администрация, нам когда причал передали, мы начали заниматься самостоятельно этим причалом. Я считаю, что для города это был большой плюс, глава республики услышал судакчан, и администрацию нам передали по договору, причал в управление. Начали заниматься сами проектированием, думали, наведем порядок. Но федеральные целевые программы, не подразумевая, чтобы собственность, если выделяются деньги федеральные, то собственность должна быть у юридического лица. Нам пришлось передать все назад в Ялту. Мы с Ялтой ведем диалог о том, чтобы они нашли средства на санитарную очистку береговой зоны. На сегодняшний день нет в бюджете Ялтинского порта этих денег. Вы знаете, что там работает наш судакчанин. Мы договорились с Волковым, Денисом, что на следующий год он максимально постарается. Уже к 2018 году курортным сезонам навести там порядок. Но эти деньги надо заложить в бюджете, а это немаленькая сумма будет. Тронув эту часть причала, надо будет заниматься всей остальной. Надо будет убирать сваи. Там есть технические проблемы, как это правильно сделать. Так что постараемся на 2018 год эту проблему решить. А в перспективе есть такая возможность строительства причала в другом месте? Как раньше думали, по Долчаковым, там или на Капселе, где-то Яхтенная Марина. Рассказываю. Мы в 2016 году нашли деньги в бюджете. Если вы помните, надо начать, наверное, с 2012 года. Когда мы делали набережную городу судакак проект, у нас было 4 этапа. Второй и третий этап мы сделали. Первый этап это под Генуэрской крепостью и четвертый этап это под Долчаком. Тогда не была выделена полная сумма на набережную. Нам пришлось выбирать, что мы будем делать. Или, допустим, делаем первую, вторую, или третью, четвертую, или четвертую, пятую, ну, любую. Было принято решение, я считаю, правильно для города сделать центральную всю часть, полностью приложить канализационный коллектор и на этом остановиться. С главой республики в 2015 году, встречаясь, я заручился его поддержкой. Мы находим деньги на проектирование в местном бюджете. И после получения положительной экспертизы, нас включат в республиканскую программу на окончание работ по всей набережной судака. В 2016 году мы нашли деньги на проектирование двух частей набережной. Крепостная гора до кафе Арзы и от колхозного пляжа до горы Алчак. Значит, выиграла московская компания этот проект. Ну, оказались довольно креативные, такие, с новым видением ребята, которые нам предлагают. Очень много чего интересного. Мы сейчас пока не будем рассказывать все. Мы сейчас готовимся к прохождению экологической экспертизы. Экологические слушания сначала проведем, а потом будет экологическая экспертиза. Почему экологическая экспертиза? Потому что вот по тому вопросу, который вы задавали в части, набережной города Судака на территории Алчака, будет сделан причал. Это и есть проект. В российском законодательстве все, что выходит в море, должна проходить экологические слушания, а потом экономическая экспертиза. Поэтому у нас затянули чуть-чуть проектирование. В этом году мы получим проект с всей экспертизой от технической до финансовой. И с главой республики проговорили, что до ноября месяца мы должны дать ему ориентировочную стоимость проекта. На 2018 год будут закладывать деньги. На всю очередь нам не дадут, однозначно, потому что там довольно приличная сумма будет. Но взять, допустим, в первую очередь от горы Крепостной до Аразы, сделать эту часть города, увязать ее с причалом. Мы в проекте увязываем ее с причалом. У нас получится уже визитная карточка города ближе-ближе приближается к окончанию. А часть колхозного пряжа Алчака, детский лагерь Чайка, оставить на 2019 год. Там действительно причал, довольно хорошие береги укрепительных сооружений будут идти. Мы там расширяем территорию пляжа, лодочный кооператив. Мы подписали договор до конца этого года. Получая проект, будем садиться за стол переговоров с нашими судакчанами, с этим кооперативом. Находить им какое-то другое место и решать этот вопрос цивилизованным путем. У нас же в идеале при генплане, чем центральная, как городской сад в море. Центральная, но это будет не центральная. Но то, что мы там запроектировали для судака, это будет визитная карточка. Там же туристическая тропа. Там довольно... Тропа это все хорошо, но мы эту часть набережной города расширяем за счет увеличения емкости пляжей на городскую территорию. Убираем торговые места, частично будем убирать в проекте. Это есть временные. Там же вот эти вот кафе спорные. Временные кафе. Ну там спорные кафе, кафе Исана. Мы выиграли все суды. У нас есть документы на снос. Мы подали в службу судебных приставов документы. Сейчас служба изыскивает средства. И я думаю, что этот вопрос будет закрыт. Вот та часть города судакает, я сразу говорю, это будет визитная карточка. Там очень хорошее предложение. Аквапарк нет там. Я не буду рассказать все секреты. Давайте мы приедем сначала слушания экологические. Когда они пройдут, отдадут документы на экологическую экспертизу, вот тогда мы уже можем частично дать возможность судакчанам посмотреть, что там за пройти. Это будет в генеральном плане, да? Да, это все увязывается с генеральным планом, да. Это все увязывается. Что касается набережной, той части, которая уже готова. Какое-то там, например, озеленение планируется? Да, у нас это больная тема для нас. Мы уже третий раз пробуем пройти конкурс на закупку спортивного инвентаря, детского инвентаря в той части набережной и озеленение. Ну вот два раза нам подают ФАС, и согласно 44-го законодательства нам надо было пересматривать технические задания. Уже есть определен победитель, который должен в этом году закончить озеленение, благоустройство, поставить спортивный инвентарь на этой части города, набережная, военного санатория и детский... Да, нет, на набережную. Если вы видели, мы оставили специальные бетонные пространства, они изначально шли в набережную для этих нужд. Нам пришлось кое-что перепроектировать. Были там допущены кое-какие недоделки, мы это учли и сейчас провели работу. Все клубы, которые сделаны, будут озеленены полностью, ротонды, которые стоят в центральной части, тоже будут озеленены, и поставлены детские спортивные игровые площадки. Свободного доступа для всех горожан и для наших детей. Это будет такой фишкой в этой части города. Она и так стала более-менее такой спортивной. Ролики, велосипеды, бег. Мы еще дополнительно поставим такое оборудование. Данцы какие были на днях? 350 человек танцевало. Пятидневные мараты вообще круто. Спасибо.